Саленька, у меня есть хорошая новость. Ты знаешь, что Симферополь и Южный берег полностью обеспечены водой на целый год? Знаешь, это очень хорошая новость в свете последних вообще новостей и событий. После 2014 года, когда нам перекрыли Северокрымский канал, конечно же, мы испытывали дефицит. И вот то, что ты сейчас говоришь, это не может не радовать. Я знаю, что одна из стран, я, кстати, относительно недавно там был, в Армении. В Армении проблем с водой нет. Там на каждом углу стоит фонтанчик. И из нее прямо можно попить воды невероятно вкусной. Наверное, это такие источники живительные, которые придают сразу сил. Но, кстати, говоря об Армении, хочется сказать, что кусочек Армении можно встретить и у нас в Крыму. Особенно в эти дни. И более подробно об этом нам сегодня расскажет Ваган Вазгенович Вермишан, заместитель председателя общественной организации «Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым». Доброе утро! Доброе утро! Я уже сказал, что как-то побывал в вашей стране родной и привез тут самые теплые впечатления. Удивительное место, удивительная страна, невероятно красивая. Да, я думаю, что наша историческая родина всегда славилась своими красотами и своей очень своеобразной природой. Это горная страна, но есть и долины, и реки. И, конечно, города, которые... Ереван, например, называют его розовым городом, потому что он почти полностью построен из розового туфа. Но вы понимаете, что для крымских армян своя родина – это Крым, это наш родной край, где испокон веков жили армяне, уже более чем 10-10 веков. Но я знаю, что совсем скоро намечаются дни армянской культуры в Крыму. Когда ожидать этого праздника? Во-первых, история такова, что нашему обществу, Крымскому армянскому обществу, которое сейчас называется Региональная армянская национальная культурная автономия Республики Крым, исполняется 30 лет в этом году. И все мероприятия, которые в этом году мы проводим, именно приурочены к этой дате. И начиная с 90-го года проводятся Дни армянской культуры в Крыму. Они посвящены знаменательным датам, в частности, это круглым датам рождения Ивана Константиновича Айвазовского и его брата, знаменитого Каприла Айвазовского. Наверное, видели, в центре города стоит мраморный памятник двум знаменитым братьям и Александру Спензярову, армянскому композитору крымскому. И мы раньше приглашали всегда очень много гостей из Армении. Это в основном танцоры, музыканты. Даже КВН мы приглашали в свое время, в 1995-м, до 1999-го года, пока не сократилась программа по возвращению обустройства депортированных граждан. Но потом постепенно мы вырастили свои феномены культуры. У нас появились вокалисты, у нас появился ансамбль Арарат танцевальный, ансамбль, который сейчас действует. И мы постепенно перешли на свою основу. И мы уже продолжаем эту традицию. И каждый год проводим галоконцерты, и каждый год проводим литературные вечера, спортивные состязания, которые входят в одно русло неармянской культуры в Крыму. Несколько лет уже проводятся, в последнее время проводятся дни поселка компактного проживания армяна Айкованд. Это тоже уже становится традицией. В этом году мы очень красиво провели этот день со спортивными состязаниями, с концертами, с флешмобами и так далее. И думаю, что каждый год будем проводить это тоже в рамках неармянской культуры в Крыму. Но в этом году немножко будут отличаться наши осенние мероприятия, посвященные Дни Армянской культуры, потому что в этом году по инициативе постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгия Леонидовича Мурадова, мы хотим снова возобновить традицию и позвать к себе артистов и общественных деятелей из Республики Армения. В этом году это произойдет с 20 по 23 сентября. 20 сентября у нас будет большое мероприятие в Феодосии, 21 в Валужке и 23 в Сеферополе в зале музыкального училища. Кроме наших гостей из Армении, откуда приезжают и знаменитые певцы, и танцевальный ансамбль «Карин» под руководством Гайника Генасяна, будет очень популярный певец МРО, это Арсен Грекорян. Также мы пригласили наших друзей из Ростовской области Российской Федерации. Это, во-первых, наши давние друзья, это муниципальный ансамбль донских армян «Ани», а также мы для себя в этом году во время праздника «Варт-вар» открыли новый коллектив из села Чалтыж Мерстряковского района. Это театр танца и песни «Сонек и Лафян», который называется «Звезда надежды». Они будут выступать на всех этих концертах вместе с нашими исполнителями и нашим ансамблем «Арарат». Спасибо большое за рассказ. К сожалению, время подходит к концу. Я вас прошу еще раз напомнить те даты, в которые пройдут мероприятия и где. 20-го числа это в Феодосии, сцена будет стоять на привокзальной площади. 21-го это Алушта, это уратонда и сцена, как и традиционная, на набережной Алушты. И 23-го числа уже здесь, в Симферополе, пройдет не только концерт, но и научно-практическая конференция в КФУ. А сам концерт начинается в 18.30 в зале музыкального училища. То есть я так понимаю, что абсолютно каждый может присоединиться к празднику. Точно так же отметить Дни армянской культуры, потому что, как уже Саша сказал, он был в Армении, не всем так повезло. И я думаю, что многие бы хотели ощутить вот этот колорит, атмосферу Армении здесь, в Крыму. Мы приглашаем абсолютно всех, тем более, что два мероприятия у нас на открытых площадках. А еще одно большое мероприятие в зале музыкального училища. Как повезет, если вы зайдете, потому что вход свободный. Спасибо большое. Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в гостях Ваган Вермишан, заместитель председателя общественной организации региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым. Благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо.